Всем привет! Надеюсь, вы сегодня сладко спали и видели прекрасные сны. О да, сновидение это отдельная часть жизни. Я слышала такое мнение, что наша душа путешествует вне тела, пока мы сладко нежимся в постели. Сегодня, кстати, Всемирный день снов, но это не точно. Интернет говорит, что такой праздник отмечается 13 мая, 15 марта и еще указана куча других дней. Ох уж эти праздники! Но если со снами есть неточности, то с газетами нет. Взять, например, статью 25 сентября 1969 года. Утвержден генеральный план новой застройки села. Когда люди селились в колхоз имени Ленина Нижнеудинского района, была главная цель – находиться ближе к воде. А позже стояли маяца каждую весну, когда поднимались грунтовые воды и заливали дома. Переселить целое село было решено ближе к лесу. Даже уже подготовили площадку и в планах наметили строительство еще нескольких административных зданий, которых и в помине не было. Главное, чтобы такое строительство завершилось, а то в 1961 году с законченным строительством возникли некие проблемы. Главная беда – пустырь-прямоугольник между улицами Академическая и Геологов. Уже 10 лет одна и та же картина – грязь, горы земли и мусора. В последние годы на пустыре стали появляться бульдозеры, но дальше беспорядочного перемещения земли дело не пошло. Ну и что такого, спросите вы? Хотели бы вы каждый день и не один год отправляться на работу через кучи грязи и мусора? Вот и жители микрорайона умоляли что-то с этим сделать. А я вас умоляю, не курить дома, иначе это может плохо закончиться, как произошло это в 1930 году. В жилом доме поселка Балаганск возник пожар по вине мужчины. Квартиран закурил папиросу и уснул. Пожар был ликвидирован, но двухэтажный кирпичный дом пострадал. Вот вам и привычка курить дома. А лучше вообще бросать такие пагубные привычки. Наверное, этот мужчина видел увлекательный сон, пока весь дом полыхал. Задача сегодняшнего дня – распрощаться с вредными привычками и побывать в царстве Морфея. Всем доброго дня и до встречи!